вся информация алгоритмика то есть знания и навыки которые передаются от поколения к поколению помимо генетического механизма биологического вида личностная культура это то что индивид воспринял в себя из культуры общества человечества плюс его собственные наработки поэтому культура вариативно и соответственно если глобализация неизбежно но суть ее построение культуры который объединит все человечество вопрос в том какой будет эта культура движущимися силами миграции являются миграция населения и культурный обмен в таком понимании глобализация процесс древний они возникшие только в двадцатом веке просто в двадцатом веке скорость течения глобализации резко ускорилась и поскольку сформировалась мировое хозяйство то экономические аспекты и культурные аспекты глобализации стали затрагивать не только правящие элиты но и широкие массы населения во всех регионах планеты но это я уже сказал про культуру но если культуру мы воспринимаем как всю информацию и алгоритмику которая передается помимо генетического механизма то культура информационно-алгоритмическая система и как информационно-алгоритмическая система она нас может интересовать в двух аспектах первый аспект это инструмент управления жизнью обществ и второй аспект культура объект программирования с целью организации управления где-то там в будущем можно построить типологию культур но если мы хотим построить актуальную типологию культур то всего три признака отношение культуры как информационно-алгоритмической системы познавательно творческому потенциалу отношение к стыду и совести и отношение к воле как способности человека подчинять самого себя и течение событий осознаваемой им целесообразности во второй колонке представлены варианты красным выделено то что мы считаем нормой то есть творческий потенциал должен быть развит у всех творческий потенциал индивиды это общенародная в перспективе общечеловеческое достояние стыд и совесть все обязаны нести по жизни с детства до глубокой старости ну а воля должна быть развита у всех и должна быть подчинена диктатуре совести с целью реализации творческого потенциала все культуры развиваются и деградируют в результате творчества людей творчество может быть направлено и на развитие на деградацию в частности праве грез в области протоколов информационного обмена в сетях в 90-е годы развивался под воздействием потребностей порно бизнеса порно фильма было очень долго скачивать при скорости 56 килобайт в секунду поэтому потребовались более эффективные протоколы и более развитая техника и программное обеспечение а дальше возникает вопрос о том как рассматривать культуру как объект в программировании в общем то получается так что надо подходить с позиции достаточно общей теории управления этот основные этапы полные функции управления выявление фактора среды которые давят на психику дальше целеполагания выработка концепции достижения целей внедрение концепции и контроль за течением управления и корректировка концепции все процессы управления так или иначе схематизируются вот в эту вот схему систему управления объект управления замкнуты друг на друга цепями прямых и обратных связей по прямым связям идет управленческий сигнал по обратным информация о состоянии объекта и среды это тоже структурирование информации в процессе управления первое вектор цели управления это хочу 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 вектор текущего состояния это имеет место вектора ошибки управления отклонения всяких наших отчушек от того что реально имеет место сам процесс управления это сведение к нулю вектора ошибки управления либо что эквивалентно достижение целей в общем все что касается управления заходим в интернет находим достаточно общую теорию управления читаем сейчас некогда и дальше возникает вопрос о концепции глобализации которая реализуется в культуре в общем христианам будет неприятно потому что концепции управления это библия ветхий завет иудеям программа господства в режиме зомби не отдавай в рост брату твоему не серебра не хлеба ничего либо другого что можно отдавать в рост и тогда будешь господствовать над многими народами они над тобой господствовать не будут то есть ветхий завет это доктрина скупки мира на основе монополии на ростовщичество скупки со всеми обитателями их имущество христианам концепция подчинения не думайте что я пришел нарушить закон или пророков то есть ветхий завет не нарушить пришел я но исполнить и так далее и тому подобное а это вот результат воздействия на психику библии письмо флоренского розанова 26 октября 13 года вопрос в одном верим мы библии или нет верим апостолу павлу или нет вопрос о том верим ли мы богу у розанова не встает мы только так между прочим израиль же стержень мировой истории такова высшая воля если смиримся в душе радость последней покорности если будем упорствовать отвратимся от того самого христианства ради которого спорили с израилем то есть опять подпадем под питу израиля обетование божье непреложное какие доказательства того что библии это обетование божье нету их мы должны сами совершить круг своего подчинения израилю и подлинно как не бери дела выходит одно ветхий завет дает неустанно твердит обетование о будущем господстве над миром кому иудеям а новый он отнюдь не говорить нам христианам что это господство переходит теперь к нам христианам а лишь и зовет терпеливо нести свой крест и обещает за это спасение один завет противоречит другому не потому что оба говорят одно а потому именно чтобы оба говорят разные она раз 1 обращено к разным лицам это и глубокое коренное расхождение обоих заветов примиримая при высоком парении духовного созерцания как это было у апостола павла нестерпимо режет и ржет наше бескрылое дряблое сознание культура анонимизатор управления кто стоит за этим проектом глобализации скрыто якобы это господня воля вот результат куда не вторгалась британия которая является по сути глобальным координатором этого проекта но если она куда-то не вторгалась то по той простой причине что беларусь как самостоятельное государство не существовало монголия и узбекистан тоже если она не успела вторгнуться в мали то туда успела вторгнуться франция а ну а это вот то о чем не принято писать в учебниках социологии политологии и всего прочего есть объективные закономерности которым подчинена жизнь людей их можно отнести к шести группам общий биосферные видовые характеризуют специфический вид человека ноосферно-религиозные они нравственные этические по их существу и регулируют отношения обладателей разума с точки зрения атеизма они не существуют а есть только неуправляемые случайности которые в религиозном миропонимании пушкин выразил так случай мощное мгновенное орудие проведения социокультурные закономерности регулируют построение культуры и определяют последствия ее воздействия на людей общество человечество и на природную среду поскольку мы живем не в гармонии с природой а на основе ведения хозяйственной деятельности то есть экономические закономерности их нарушение приводит к нищете голоду экономическому геноциду опоры на них позволяет гарантированно удовлетворять все жизненно актуальные потребности людей а поскольку все эти закономерности не реализуются друг с другом сами гармонично то их реализации надо управлять и управленческие закономерности тоже есть и актуальны дальше мы должны понимать что то что произошло с советским союзом это не стечение случайности а вот директива совета национальной безопасности сша 20 дробь 1 от 18 августа сорок восьмого горбачев ельцин и и полностью выполнили мы должны создавать автоматические гарантии обеспечивающие чтобы даже не коммунистические номинально дружественный к нам режим не имел большой военной мощи в экономическом отношении сильно зависел от внешнего мира не имел серьезные власти над главными национальными меньшинствами не установил ничего похожего на железный занавес то есть не возобновил свой суверенитет в его полноте и мы должны позаботиться чтобы эти условия были навязаны не оскорбительным или унизительным образом все было выполнено руками население сср его руководство потому что культура это средство управления а модификация культуры позволяет решать задачи чужими руками ну и соответственно планы в отношении россии делить краить и так далее и соответственно все проблемы русского мира не решаются без порождения русского проекта глобализации значит упущенная возможность святитель игнатий бренчанинов фрагменты его записок о необходимости собора по нынешнему состоянию православной церкви суть простая в историческом развитии церкви уклонились от того христианство которое оставил иисус от этого все проблемы если проблемы решать то необходимо вернуться к истинному христианству для этого необходимо созвать собор но если этот собор будет лицемерным то его созывать бессмысленно и он не был созван и бренчанинов умер после написания этих записок исполнив свою жизненную миссию но по сути собор вернувшись к истинному христианству должен был породить и проект альтернативной глобализации поскольку бренчанинов пишет что если собор воздействует должным образом то он породит вселенскую церковь и американцы и англичане вынуждены будут не насилием а здравым смыслом принять православную веру так как она есть без всяких изменений исключений но это не православие по педоносцева и последующих это иное православие которое должно возникнуть в результате очищение христианство от всей наносный ахинеи которую туда внедрили за последние две тысячи лет то что должно лежать в основе русской в проекта глобализации те же самые характеристические признаки культуры но творческий потенциал необходимо развитие всех но для того чтобы это было возможно необходимо уничтожить эксплуатацию человека человеком тема эксплуатации человека человеком запретная тема в постсоветской истории марксизм по словам медведей в это экстремистское учение до марксизм это много глупостей это лженаука но тем не менее вопрос об ускоренении эксплуатации человека человеком он актуален главное социо культурная закономерность наука порождает некие теории которые внедряются в систему образования система образования порождает миропонимание интеллект носителей государственной власти поток оперативная информация они соотносят с тем чему их учили в школе принимают на этой основе управленческие решения и управленческие решения формируют будущее качество жизни в результате за нашей жизнью стоит статистическая предопределенность результатов одна наука один спектр управленческих решений одно качество жизни по содержанию другая наука другой спектр управленческих решений и другое качество жизни нам предлагают ходить на выборы и марк твен говорил что если под выборов что-то зависело нас туда бы не пускали но поскольку все партии учились в одних и тех же университетах одному и тому же то за кого они голосу и все равно получишь заранее предопределенной программистами культуры результат общество как объект управления следует рассматривать как взаимодействие четырех общественных институтов их можно рассматривать как источники благ которые они дают каждый себе и другим общественным институтом и как потребители благ в общем вот на то чтобы заполнить эту табличку 4 на 4 у думающего человека уходит 20 минут государственная дума не подозревает ее существование правительство тоже не знает не говоря уж о том чтобы заполнить и подумать как их политика нарушает устойчивость общество его развития но об этом многократно говорили средства воздействия на общество в качестве инструментов управления и в качестве оружия главная тайна диалектика как искусство познания по истины путем постановки вопросов никаких законов диалектики нет потому что это логика а есть диалектика как искусство есть определенные принципы далее история историк их алгоритмический приоритет с ним связана мистика как управлять алгоритмикой психодинамики фактология это идеологии вероучения теория науки и фактологии всех отраслей знаний система образования построена так что выше третьего приоритета никого не пускает финансовые деньги и весь финансовые инструментарии все что касается экономических теорий либо ложь либо вздор в экономическом образовании все кроме бог учета математики иностранных языков это чушь пятый приоритет генетика либо здоровый образ жизни либо уничтожение генетического потенциала с целью управления безмозглыми рабами силовой оружие в общей принятом понимании а главное вот металл метафора древа познания она про то что почты в это объективная реальность корни это методология познания раздел философии и гносиология которые в наших учебниках это тоже чушь ствол достаточно общей теории управления ее нету в системе образования менеджмент это хинея крона прикладные отрасли науки их плоды границы ствола и каждый из твит ветви это метрология гуманитарные науки вообще не знают что такое метрология поэтому изучают фикции которые придумывают сами но если проблемы метрологии разрешены то нет разницы между естественными и гуманитарными науками они все естественные и потому прикладные ну а это вот то что должно быть откуда взялось 34 34 я не знаю это уже кто-то модифицировал презентацию в исходном виде в общем в любом регионе ограничитель биосферно допустимая структура землепользования биосферно допустимая в том смысле что она должна обеспечивать устойчивость биоценозов и интеграцию цивилизации в эти биоценозы соответственно если мы анализируем структуру землепользования мы можем сформировать инфраструктурную политику демографическую политику экологическую политику если они сформированы то дальше встает вопрос о политике экономического обеспечения всего этого то есть что производить на основе каких технологий в каких объемах либерально-рыночная модель к этому не способна дальше хозяйственная деятельность в русле плана биосферно-социально-экономического развития цикл замыкается этим должно заниматься государство потому что назначение государства решать те проблемы которые люди не могут решить сами по одиночке и государственность и власть это субкультура управления на профессиональной основе делами общества об этом я говорил вчера либерально-рыночная модель в общем препятствие к развитию общества потому что если для развития требуется объем предложения благо в объеме q1 а цена c1 ниже порога рентабельности производства то в либеральной рыночной модели нет ответа на вопрос а чё делать как обеспечить q1 и рентабельность ответ на вопрос послать либералов рыночников в известном направлении вот построить плановую экономику национализировать кредит на финансовую систему то есть государство должно быть ее собственником и дальше построить налогово дотационный механизм который обеспечит перераспределение доходов так чтобы все что необходимо производить для развития общества производилась в необходимых объемах и производство было рентабельно за счет дотации субсидий поскольку в кредитно-финансовой системе всегда сто процентов денежек то сверхприбыли не могут быть реализованы отраслью с план с пользой для общества поэтому они не нужны и их можно смело срезать без ущерба для производящих отраслей мдс это вообще отдельная тема тут надо перестраивать весь налоговый механизм и механизм распределения дотаций субсидий и введение безусловного дохода который выплачивается гражданам по факту того что они граждане государства почему а потому что в идеальном режиме функционирования хозяйственной системы страны все производится в заведомо достаточных для развития общества количествах и в силу того что управленческая функция цены ограничения запросов на потребление платежеспособностью то в идеальном режиме экономики для конечного потребителя цена нулевая фонды общественного потребления что было в советском союзе бесплатно или на основе частичной оплаты плюс к этому безусловный доход который в общем-то при развитии экономики должен покрывать все потребности нормального человека но переход к этому режиму эта задача не имеющие исключительно экономических решений это задача изменения культуры задача изменения нравственности и психологии подавляющего большинства людей но суверенитет государства это способность реализовывать полную функцию управления на основе следования этим об общем закономерности а дальше понимаете получается так что объективные закономерности они действуют повсеместно однообразно до физическая география налагает определенную специфику но если закономерности действуют на всей планете то суверенитет государства приводит к тому что разные государства вырабатывают одни и те же управленческие решения либо взаимно дополняющие решения поэтому глобализация правильная глобализация вовсе не предполагает уничтожение государственного суверенитета как нам пытаются рассказать мировое правительство да необходимо для решения глобальных проблем но оно должно решать задачу координации усилий суверенных государств в области решения глобальных проблем а вот региональные проблемы государственная власть каждого региона должна знать и должна их решать опираясь на знание объективных закономерностей если мы обратимся к истории то главная тайна 20 века это о чем сталин и рузвельт договорились в тегеране когда рузвельт жил советском посольстве потому что устав но он написан под иную концепцию глобализации устав он написан про то как опираясь на мощь сотрудничающих соединенных штатов и советского союза решить глобальные проблемы он написан вовсе не под холодную войну и вовсе не под панамериканский мир вот на этом в общем то все что касается глобализации вообще и русского проекта глобализации проблемы русского мира и других миров не решаются без собственного проекта глобализации потому что если собственного проекта глобализации нет вы обречены вляпаться в тот проект глобализации который проводится на протяжении многих веков его цель проста глобальное рабовладение от имени бога но помимо бога и в основе этого проекта культ атеизма либо в прямой форме марксизм либерализм либо вскрытой форме лжеучения исторически сформированных я подчеркиваю сформированных они сложившихся самобытно конфессий потому что если говорить о причинах межконфессиональных разногласий то они проистекают не от бога они проистекают от себя темные людей потому что есть такой анекдот люди устали жить по заповеди мы обратились к богу дескать забери ты заповеди будем жить как хотим бог согласился назначил место время привезли целую кучу священных писаний свыше вопрос скрижали где да можно тогда в таком случае рассматривать глобализм и глобализацию глобализм рассматривает как нацизм например а глобализацию как национализации глобализм это то черное что есть да а глобализация это в общем то я бы не стал так рассматривать потому что глобализация она действительно объективно неизбежно о сути ее с я сказал но проекты глобализации они вариативны поэтому тот проект глобализации который осуществляется но по крайней мере три тысячи лет с лишним он выражение сатанизма это попытка построения глобального рабовладения ключ к пониманию афоризм казьмы пруткова и египтяне в свое время были справедливые и человеколюбивы вот когда они утратили справедливости человеколюбие возник библейский проект глобализации но это отдельная тема ну в общем мы пытаемся возродить свой суверенитет причем политический официоз толком не понимает что такое суверенитет в силу того что курсы политологии и социологии и всемирной истории они вздорны тут вопрос планфар это идеальная цель которой мы хотим прийти и вариативность это каким путем пойдем вариативность это уже цели да это уже вариативность цели тут вопрос как раз мы идем куда-то или у нас вот этого цель не определено понимаете мы на протяжении последних наверное двух тысяч лет истории продираемся к правде через собственную дурость так скажем нет через собственную дурость которую порождаем сами потому что полнота суверенитета это прежде всего чувственно интеллектуальный суверенитет мы воспринимаем действительность сами воспринимает и памятное мы осмысляем и переосмысляем сами они руководствуемся тем что написал для нас кто-то другой как смысла жизни когда реализуется чувственный интеллектуальный суверенитет то главное направление это педагогический суверенитет вот китай запретил использование образовательных программ порожденных вне китая в его детских садах школах и вузах япония в пятнадцатом году запретила преподавание всей западной гуманитарщины в ведущих вузах страны наши либо посмеялись на тему о том что япония плодят невежество либо вообще не заметили происшедшего японцы сделали шаг к восстановлению чувственно интеллектуального суверенитета наша академия наук ну если отца относиться с тем что такое суверенитет его в полноте что такое чувственный интеллектуальный суверенитет что такое педагогический суверенитет вот все общественные науки в нашей академии наук под властью дебилов и предателей известная фраза лаврова оброненные им на пресс-конференции в ирияде объясняет многое за пределами этой пресс-конференции был в прямой эфир лавров сидел на пресс-конференции в ирияде у него были наушники он сквозь них что-то услышал и сказал дебилы бля фраза ушла в эфир и стала мемом она объясняет многое за пределами той пресс-конференции потому что если говорить о кредитно-финансовой системе то для того чтобы построить схему денежных потоков стране и схему обмена финансами с зарубежьем требуется примерно 10 минут лист бумаги авторучкой 10 минут времени для того чтобы проанализировать ее на основе правил киргофа и прийти к выводу что первичным генератором инфляции является судный процент и соответственно центробанк у нас единственно чем занимается душат страну ростовщической удавкой требуется еще 10 минут дума у нас 450 депутатов там есть еще аппарат который обслуживает работу депутатов нас есть правительство у него тоже есть аппарат у нас есть центробанк где сидят профессионалы финансисты и с 93 года как существует нынешняя конституция россии по настоящее время вот у них есть какие-то другие дела но прийти к мысли о том что центробанк душит страну ростовщичеством это непосильный интеллектуальный труд для них да скажите пожалуйста и вот продолжение они объясняют все тем что у нас нет суверенитета если мы получим суверенитет то есть изменим конституции статью что будем руководствоваться значит своими интересами на автомате что все на автомате вот многие объясняют да там спикеры что значит все само собой оно не придет в норму потому что есть два обстоятельства первое обстоятельство о нем написал еще сталин в пятидесятом году в своем интервью марксизм и вопросы языкознания вот это статья его она вовсе не о марксизме и не языкознание она о том что все сферы деятельности пронизаны и находятся под контролем разнородных мафиозных группировок хотя сталин не пользовался термином мафия но мафии могут заниматься разными делами в том числе мафии легализованные в науке они им заменуются научные школы все что не соответствует мнению научных школ объявляется именно у уже наукой вот вторая сторона вопроса состоит в том что любое управление требует какого-то информационно-алгоритмического обеспечения то есть государственная власть нужно дается в научно-методологическом обеспечении госуправления то есть теория алгоритмика сбора информации и переработки в общем был некий фуршет мы стояли за одним столом против меня стоял депутат не федерального уровня городского уровня я ему говорю слушай вообще-то для того чтобы управлять требуется научно-методологическое обеспечение давай обсудим эту тему ой нету времени мне надо бежать на куда-то еще чего-то все понимаете для того чтобы собрать управленческий корпус проводится кастинг кастинг проводится теми мафиями которые держат политику в своих руках и те кто не укладывается в концепцию управления по своей нравственности менталитету и всему прочему они не проходят кастинг поэтому фраза лаврова она отчасти только объясняет потому что кроме слабоумия там есть еще изрядная доля негодяйства да мы действительно являемся по факту колонии платим там но дань может быть не в той форме как это было принято дань может быть в виде ножниц цен неравноправная торговля вкалываем от зари до зари и так далее дань может быть в виде дохода банковской системы и много чего еще может быть до я говорил о том что нет чисто экономических решений потому что если финансировать паразитизм введя безусловный доход это будет инструментом геноцида если воспитывать человека творца а помните фурсенко говорил что порог советской системы что она воспитывала человека творца а надо воспитывать квалифицированного потребителя вот если воспитывать квалифицированного потребителя и дать ему безусловный доход то мы получим человеческую версию всем известного эксперимента вселенная 25 для мышек создали рай всего завались пищи воды лишь бишь логов проходит несколько поколений популяция деградирует и исчезает почему потому что мышек вывели из под действие механизма естественного отбора цивилизация в том виде в каком она есть она тоже выводит человека из под действие механизма естественного отбора поэтому вариантов два либо человек сохраняя качество стадностайной обезьяны погибает из-за того что он вышел из под действие механизма естественного отбора либо он становится человеком и вместо механизма естественного отбора начинают действовать другие закономерности то есть дети не должны быть случайным продуктом секса дети должны зачинаться в любви и зачатие каждого ребенка это священный акт зачатие наместника божьего на земле но для многих то что я сказал это пустые слова потому что с их точки зрения бога нет или бог без участия к тому что происходит на земле но бог не будет делать за людей то что люди могут и обязаны сделать сами построил для того чтобы человек стал наместником божьим на земле безусловно если чтобы с ресурсов человеку гражданином оплачивали какой-то доход безусловно доход то это на развитие на созидание данное развитие на созидание ну понимаете вот есть еще одна тема который тоже в официозе политики и науки говорить не принято это научно-технический прогресс к чему он ведет в принципе он ведет к тому что 10 процентов населения будут в состоянии произвести все что необходимо для жизни 100 процентов населения в либеральной рыночной модели сколько лишних людей в этом случае вы не правы не 90 нету примерно 99 процентов потому что если 90 процентов лишние то 90 процентов объема производства которые могут выполнить 10 процентов они тоже лишние и соответственно из этих десяти процентов еще какая-то часть лишние и получается так что экономически оправдана существование примерно одного процента населения а теперь давайте посмотрим нам говорят вот надо создать столько-то миллионов высокотехнологичных рабочих мест а куда девать остальные ресурс либо перемалывать ресурсы планеты и общества в гонке бессмысленного потребления либо надо менять смысла жизни всей цивилизации выработать смысл жизни всей цивилизации это графоманская наука которая сложилась к настоящему времени не способна но если соотноситься с той таблицей которую я показывал общественных институтов главный институт семьи потому что все прочие общественные институты отпочковались от семьи в ходе общественного развития один отец учил сына быть пахарем а другой отец учил сына быть воеводой понимаете это это не вопрос это темы экономики это отдельная тема ее так за 10 минут не рассказать вот если вас интересует покажите этот последний слайд вот вот там вот последняя книжечка экономика и инновационного развития ее можно издательство концептуал у ее выпустила она вот экономика инновационного развития если в яндексе набрать экономика инновационного развития он покажет файлы формата а4 которые можно распечатать и читать вот инновационного развития ну я один из авторов ну в общем вот это вот минимум чего надо прочитать основу социологии шесть томов экономика инновационного развития и еще там книжка диалектика и атеизм две сути несовместны вот это надо прочитать дальше понимаете вот я затрону тему от которой некоторые граждане лезут на стенку кто видел советских времен фильм приключения итальянцев в россии вот там есть такой эпизод но один из персонажей это итальянский мафиози его конкурент когда тот звонит по телефону поднимает будку краном и опускает ее в одну из рек петербурга и мафиози оттуда кричит мафия бессмертно понимаете мафия действительно бессмертно не к сожалению просто мафии это слово за словом мафия стоит система деловой коммуникации людей с динамическим перераспределением полномочий обязанностей подконтрольных ресурс я опять говорю это слово а вот система деловой коммуникации она может работать на разные цели обусловленные нравственностью людей если бы не способность людей порождать системы деловой коммуникации то человечество и человека как биологического вида давным давно бы уже не было мы действительно можем порождать эти системы мы в силу того что это нам свойственно не обращаем на них внимание когда мы удовлетворены их деятельностью мы интересуемся ими когда мы не удовлетворены их деятельностью поэтому слово мафии у нас носит исключительно негативный смысл либо ироничный смысл но если вы живете под властью мафии перед вами меню выбора небольшое попытаться слинять куда-нибудь куда она не достает перетерпеть приобщиться к ней либо породить свою мафию более эффективную чем-то мафия которая выражает ваши вызывает ваше неудовлетворение поэтому если говорить о том как должна развиваться глобализация альтернативная проводимой остается породить мафию которая бы развод тала на развитие людей и по дееспособности и и при вас представители превосходили бы тех которые проводят ту концепцию глобализации и еще один такой момент главное требование рабовладельцев к рабам неспособность рабов к самоорганизации главное отличие свободных людей не одного свободного человека а свободных людей от рабов это способность порождать системы деловой коммуникации с динамическим перераспределением полномочий обязанностей и подконтрольных ресурсов то есть способность порождать мафии на основе праведной нравственности можно задают вопроса издалека не докричат я хочу вас спросить я недавно посмотрел ролик ваш и может я его понял так не зашло но примерно я понял так скажет так я его понял или нет не буду говорить что вот аркадий кимович во первых я того что вы говорите я не говорил вот не так вот если говорить о спецоперации то она не сводится исключительно к боевым действиям потому что главный вопрос какая культура будет там потом а вот а если говорить о том что сейчас может предложить россия в общем-то образ жизни россии он не привлекателен и многие граждане россии в общем-то недовольны тем что сложилось в ней потому что смотрите вот супер яхта усманова плюс супер яхта мордашова по строительной стоимости это больше чем крейсер москва в бюджете на то чтобы поддержать поддерживать в москву в технически исправном состоянии денег нет и это одна из причин гибели москвы дальше 82 год англо-аргентинская война высаживается английский десант на фолк ленды ночью все с приборами ночного виденья прошло 40 лет если у нас министры обороны и министра экономического развития соответствуют занимаемым должностям то возникает множество вопросов на тему почему к началу не было того то того то того то в таких-то объемах по каждой позиции номенклатуры или чего интеллектуальной мощи хватает только на то чтобы креститься выезжая на парад из ворот спаской башни и помнить пин-код от зарплатной карты поэтому много всяческих вопросов связанных с будущим страны начиная от демографии кстати если говорить о демографии то демографии это три аспекта здоровье родителей здоровье детей и рождаемость и культурная состоятельность новых поколений культурная состоятельность в отличие от медико-биологических стандартов эта штука тоже вариативная потому что если вы умеете делать каменный топор и это происходит 30 тысяч лет тому назад вы культурно состоятельны если вы умеете делать каменный топор сейчас а требуется делать компьютер седьмого поколения а вы не знаете даже какие требования к нему предъявить то это культурная несостоятельность если от факультет государственного и муниципального управления первая лекция предлагается студентам написать сочинение и в нем осветить ряд вопросов один из вопросов экономика как объект управления 90 процентов пишут о том что экономика это не объект управления а субъект от которого зависит все общество о чем можно говорить от экономики зависит все поэтому экономика не может быть объектом управления о чем можно говорить да но тот кто управляет для него объектами управления являются и экономика и персонал который обслуживает эту экономику это просто один из видов ресурсов на которые этика не распространяется это вот ста суровая реальность которую мы получили причем если опять же говорить об историческом прошлом сталин деспот тиран деспот тиран почему-то писал что рабочий день надо сократить до пяти шести часов для того чтобы люди не были придатками к рабочему месту а имели время для личностного развития до деспот тиран а вот когда люди вкалывают от зари до зари на нескольких работах и если в семье более одного ребенка то семья обречена быть нищий это демократия никакой тирании нет только не затрагивайте вопрос о том чем центробанк занимается он рыночными методами работает на благо страны да плановая экономика это это очень плохо до на предложение кпрф возродить госплан 5 ведомства ответили отрицательно но понимаете если возрождать госплан то госплан только один из элементов плановой экономики и он должен занимать в ней определенное место как элемент системы как должна быть организована система вопросов нету у тех кто отверг предложение госплан возродить на основе какого научно-методологического обеспечения должен работать госплан и все прочие элементы управления экономикой об этом речи нету но госплан нельзя это очень плохо поэтому в общем то все я предоставляю время чтобы быть в курсе событий получать сообщение о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале youtube нужно нажать на кнопку подписаться и обязательно нажать на знак колокольчик понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соц сетях чтобы быть в курсе всех событий народного славянского радио заходите на наш сайт славрадио.орг и подписывайтесь на нашу рассылку вместе сделаем мир лучше быть добро дизайнер дизайнер дизайнер